Война – это способ политического выживания Украины и Запада. Вадим Ауа на ukraina.ru за 1 ноября 2023 года. Но прежде чем продолжить, хочу напомнить, что мой канал существует только исключительно на ваши пожертвования и нуждается в помощи в распространении публикуемого контента. Поехали. Новый премьер-министр Словакии Роберт Фитцо, комментируя последнее видеообращение Зеленского на заседании Европейского совета, сказал «немыслимые для 2022 и первой половины текущего года вещи». В частности, Фитцо заявил, «В Евросовете чувствовалась ужасная усталость от дебатов по Украине. Видеообращение было встречено без какого-либо интереса. Раз. Евросоюз слепо копирует политику администрации США вместо того, чтобы предложить решение для достижения мира и лишь выдает деньги и оружие Киеву. Два. Война зашла в патовую ситуацию. Я все больше убеждаюсь, что речь идет не об Украине, а о политике, направленной на экономическое ослабление РФ. Три. Но главное даже не в том, что Фитцо это сказал, а в том, что он это сказал. И аут до фе не случилось. Впрочем, Фитцо и Виттер Орбан – одно лицо Евросоюза, а есть другое. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщает политикам. «У нас есть план отправиться в отдельные Штаты, чтобы встретиться там, к примеру, с компаниями, которые продают вооружение, которые создают рабочие места в США. Большая часть денег, потраченных на Украину, шла все же из США». Ландсбергиса из Литвы крайне волнует перспектива ослабления количества и темпов поставок западного оружия режиму Зеленского, возможные перебои финансирования этой войны. Подобную поездку в Арканзас уже совершила коллега Ландсбергиса из Эстонии, сообщила премьер этой страны Кая Калас. Напомню, что 26 июня организованный Еврокомиссаром Союза по внешней политике Боррелем саммит глав внешнеполитических ведомств в Киеве не согласовал выделение восьмого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро. Причина раздрая куда глубже и фундаментальней, чем кажется на первый взгляд. Она кроется вовсе не в позиции сравнительно небольших Венгрии и Словакии. В конце концов и глава ЕК фон дер Ляйен, министр Бербак и канцлер ее Шольц, француз Макрон, англоизированный индус Риша Сунак и прочие тысячи политического эстеблишмента Европы все цела на стороне войны. От желания уничтожить Россию у этой публики сводят скулы. Причину все сильнее проявляющейся немочи Запада объяснил и его лидер. Президент США Джо Байден 15 октября в интервью телеканалу CBS сказал, «Ради бога, мы ведь США самая могущественная страна за всю историю человечества. Мы в состоянии позаботиться об обеих, Украине и Израиле, параллельно с этим поддерживая нашу обороноспособность на международных рубежах». 16 октября через день уже в интервью Sky News Его спешно поддержала министр финансов Джанет Йеллен. Страна, безусловно, может позволить себе две войны. Экономика США находится в хорошей форме. Экономика США находится в хорошей форме? Это какими глазами смотреть? Текущий дефицит федерального бюджета – 1,7 трлн долларов. Госдолг подбирается к 33 трлн долларов и растет по экспоненте. США стали крайне зависимы от притока иностранного капитала. «Чтобы поддерживать функционирование валютной и финансовой системы на плаву, им требуется не менее 220 млрд долларов чистого притока иностранного капитала», пишет телеграм-канал такой-то. Всерьез на уровне ФРС обсуждаются планы заимствования не менее 800 млрд долларов ежеквартально. Все, что пока поддерживает на плаву корабль американской экономики – доля национальной валюты в мировой торговле в 48,03%. Если она снизится даже на четверть, спрос на американские деньги в мире сильно упадет. Штаты лишатся эмиссии как основного инструмента поддержания политики и статуса гегемона. Это экономическая и политическая катастрофа, в чем-то схожая по причинам с капитуляцией Германии в Первой мировой. «Чтобы поддерживать продекларированный императив правил, Америка не может не вести войн». «Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефицары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту», – сказал президент России Владимир Путин. Оборотной медалью существования града на холме является то, что Вашингтон для поддержания статуса не может не финансировать производство крови, то есть войны. Являясь сегодня ограниченной в сборе мировой дани прежде всего позицией России и Китая, Америка вынуждена заниматься каннибализмом, экономически поедать главного и союзника, и конкурента одновременно – Евросоюз. Штатам, снижая издержки, удалось ценой предательства и крови работавших на них бежать из Афганистана. Но остались 800 американских военных баз по всему свету, которые из активов в пассив стремительно превращают новую реальность. Масштабируйте нападения на американских военных, которые становятся делом привычным с коэффициентом 10-30, и легко поймете уровень угрозы. Это зримо противоречит декларациям Елены Байдена. Мы можем воевать везде, всегда, со всеми. Демагогическая ложь. На руках Вашингтона, кто бы что ни говорил, НАТО – содержание режима Зеленского. Но разве только его? Есть еще многочисленные старые обязательства, есть и новые. Милитаризация Тихоокеанского региона происходит в основном за счет США. Периметра северо-западных границ союзного государства – тоже. А как же Евросоюз? Брюссель уже датирует 25% бюджетов Латвии, Литвы, Эстонии, а после разрыва связей с Россией еще и Финляндии. И чем выше уровень милитаризации при граничье, тем больше процент содержания режимов. При этом планы ЕС по поставке миллиона боеприпасов Киеву выполнены на 30%. По самым разным причинам в этом реальность. Экономика главного кошелька политической Европы – Германии – сваливается в неизбежную рецессию. Глава Дойчи банка Кристиан Сивина заявил на банковском саммите во Франкфурте, что экономическое производство ФРГ в 2024 снизится на 3,5%. Мы имеем дело с классическим проявлением шизофрении. Остались только чувства тонкие, едва определимые. То ли музыке и цветов хочется, то ли зарезать кого-нибудь. Политический нарратив, созданный с 1991-го системой воспроизводства власти, заставляет Запад воевать со всем миром, но при этом старые и больные ноги его экономики отказывают, а мозг эту реальность игнорирует. Фитца и Орбан представляют собой слабую плотину здравомыслия в океане общего политического безумия Запада. При этом оба не питают особой любви к России, просто хотят выжить. Зеленский и Камарилья киевского диктатора тоже хотят выжить. Просто выжить для Зеленского и Своры – война. Так же, как для Еврокомиссии подлых прибалтийских стран, большинства других европейских политиков, утративших суверенитет, встроенных в то, что назвали атлантизмом, а надо бы – машиной войны. Война со всем миром – способ выжить и для большей части политической Америки. На управлении землей, то есть на возможности сдирать кожу с живых людей в разных странах, зержится система воспроизводства вечной жизни американских политических кланов. Мы уже видим, как падение качества и ритмичности западных поставок и финансирование Киева заставляет Зеленского гнать на убой все большее число украинцев. Обнаруживается прямая зависимость. Люди – тоже ресурс. Их благосостояние, труд, жизни, наконец. Власти в Киеве и на Западе пожирают свой народ во все больших количествах. На Украине – в прямом смысле. В США и Европе – в большей части в экономическом. И так продолжится до обрушения системы вместе с линией фронта. Вадим Ава. Война – это способ политического выживания Украины и Запада.